Уважаемые партнеры, извините за помятый вид, когда 38-4, тогда как огурчик не выглядишь. Но я хочу обратиться к вам с предупреждением. Это обращение, оно не на пустом месте. И сейчас идут буквально сотни звонков со всех сторон, со всех краев мира. Каждый, что делать, как опрыскивать. И такие дают рекомендации или отчеты, чем он опрыскивал, как опрыскивал, что волосы на голове дыма встают. Понимаете, есть такой принцип, принцип Гиппократа. Есть клятва Гиппократа, есть принцип Гиппократа. Принцип Гиппократа не навредит. Потому что неумелое действие и неумелое применение препарата, оно больше вреда нанесет, чем вообще отсутствие какой-то работы по защите. Это надо хорошо понимать. Вот буквально 15 минут назад мне звонил человек с юга Молдавии, не будем говорить кто. Говорит, я вот сейчас заканчиваю опрыскивание чампом ореха. Говорю, у тебя что, орех молодой? Нет, уже пятого года. Так он же цветет. А, да, цветет. Так ты же мои женские цветы сожжешь. А я думал, что надо опрыскивать. И таких много звонков. И понимаете, на каждый звонок трудно ответить, учитывая, что более 5 миллионов посещений и 18 тысяч подписчиков, и эти 18 тысяч – это реально люди, которые связали свою судьбу с орехом. Я, видимо, буду по периодам работ давать им короткую информацию. Вот по пачкаеду очень много просмотров. И есть и критика, как обычно, но есть и слова благодарности. Потому что человек, даже ему, значит, и мысли не приходят, что еще кто-то в это время может быть в саду и что-то там грызть. Конкретно. Я не буду говорить о том, что надо было делать. Это уже период прошел. Сейчас, ну, по зонам, скажем, юг, уже многие сорта цветают. Женский цветок, он невзрачный, маленький. Он размером с пшеничное зернышко. На него надо искать на верхушках побегов. Мужской цветок – это сережка роскошная, ее висит за километр видно. На нее, на мужской цветок опрыскивание не влияет отрицательно. А вот женский цветок, если на эту нежную, нежную, значит, на этот пестик попадет капли химикатов, он сгорает моментально. Поэтому сейчас опрыскивать нельзя ничем, ни микроэлементами, которые тоже могут повредить, и это уже доказано, пестик. До начала цветения можно было опрыскивать. И сейчас вот по завершении цветения можно дать Максибор. Он прекрасно будет консервировать уже завязавшиеся завязи, будет их сохранять. Ну и надо обязательно дать полпроцента, ну вот сейчас новый препарат, который стал недоступен в Молдавии, бойли-бордолез. Это сухая бордовская жидкость, по сути дела, хорошо сбалансирована и прекрасно работает. Она очень мягко работает. И будет, к информации будет прикреплен, фото будет этого мешка, сбойли-бордолеза. Ищите этот препарат. Его надо дать, скажем, по завершению цветения, когда орешки будут размером с черешню или чуть помельче. Вот тогда дать полпроцента. А в дальнейшем в течение вегетации можно опрыскивать 1%. И еще, вот эта вот готовность опрыскивать в любой момент, и надо опрыснуть, я хочу опрыснуть против древесницы в едлю. И опрыскивание, оно может помочь только в том случае, если вы будете отслеживать лед бабочки. Для этого надо иметь феромоновые ловушки. Найдете феромоновую ловушку, поставите, попалась бабочка в ловушку, значит, надо сделать обработку серьезным препаратом, который, скажем, будет дней 15 защищать ваше растение. А по поводу защиты от болезней, запомните, что медсодержащие препараты, они не лечат растения, они не в состоянии лечить. Они просто предохраняют от заражения. Поэтому, если вы хотите какой-то эффективности, самых прекрасных медсодержащих препаратов, которые отлично работают, надо следить за интернетом. Ожидается дождь. Накануне дождя надо сделать опрыскивание. И 15 дней ваше растение будет защищено. Защита, она может быть чуть больше, но отрастает побег, верхушка, скажем, за эти 15 дней. Два-три листа, скажем, они уже абсолютно защищены. Они могут попасть под поражение, под заражение. Есть препараты, которые лечат. Но эти препараты приводят к тому, что орех уже перестает быть экологически чистым. Я о них пока говорить не буду. Итак, сейчас не надо суетиться. Надо дождаться завершения цветения. Надо к тому времени найти максибор. И сделать, ну, там, килограмм на гектар максибора, не больше. Дальше. Следите за концентрацией раствора. Вот сейчас мне один человек звонит. На верхушках листьев, листьев, значит, почернели. После опрыскивания он неделю назад опрыснул, и в верхушке листьев почернели. Листья, которые свисают вниз. Я говорю, ты не опрыснул, ты помыл эти свои листья. Да нет, я опрыснул и дал концентрацию, которая там написана, и которую мне рекомендовали. Правильно. Если идет опрыскивание неумело, если идет слишком много раствора, он не фиксируется на листе, а он стекает. И стекает вниз в виде капли. Эта капля высыхает, повышает концентрацию. И вам в том месте лист сгорает. Это элементарно. Поэтому особое внимание, сейчас надо обратить, сейчас активизируется майские хрущи. Я буду опрыскивать, я буду поливать против майского хруща. Вы, любой полив отравляет почву и угнетает растение. Когда надо спасти растение от того же майского хруща, от личинки, надо сделать полив. Есть расписано на сайте, мы об этом говорили и показывали. Литр би на тонну воды. Киньте туда еще мешок мочевины для того, чтобы подбодрить ваше растение. И по 15-20 литров возле именно штамбика вылить туда, где устремляются ваши личинки майского хруща. На год вы уничтожите все там, всех вредителей. И дерево поднимется потом уже, если дереву 4-5 лет, они ему серьезное вредение нанесут. Вот это надо делать. И запомните, что сказал Гиппократ. Не навреди. Успехов! Гиппократ.